всем привет друзья в этом видео речь пойдет о новом премиумном истребители танков ptl 02 эта машина появится с обновлением 016 совсем скоро ну а пока еще ее можно попробовать на тестовом сервере на pts ки чем я и занимался и хочу поделиться своим первым впечатлением о этой машине и так мы имеем истребитель танков седьмого уровня у пасовщика чан фен ну и естественно говоря об этой машине мы должны будем просто ее посравнивать с машинами на этом же уровне истребителями танков а это love 600 и кентавр 120 изначально эта машина была на восьмом уровне но довольно справедливо и довольно быстро ее переместили на седьмой уровень потому что но на восьмом уровне ей совсем было бы нечего делать с ее характеристиками она была бы более чем скучная и ненужная а на седьмом уровне все получилось довольно неплохо она точно в балансе у нее есть какие-то свои плюсы и есть свои какие-то минусы первое конечно за что мне хочется поругать и разрабов это за модельку этого танка потому что она никчемная она просто некрасивая некачественная не интересная то есть да вроде бы детали есть но сами текстуры оставляют желать лучшего а так как это премиумный танк ну все-таки хочется чтобы сама покупка она прям просилась в руки была красивая и хотя бы красивой в конце концов за красивый танк типа того что будет скоро как он называется амx какой-то там там просто за его внешний вид уже можно отдать деньги а это не тот случай выглядит она но как по мне весьма унылая как-то но мне в принципе как вы знаете я думаю истребители танков колес но не нравится ну а унылость ее еще и внешнего вида меня печалит что касается подвижности этой машины то это как раз тот самый минус который есть у нее потому что по подвижности мы уступаем как и лавки так и кентавру что по максималке что по разгону то есть максималка если например у тех танков у них за сотни уходит то птл ки всего лишь 81 километр но на самом деле это не самое печальное самое печальное пожалуй в разгоне потому что если у тех 2 с лишним разгон то у этого 4 и 2 это с оборудованием что ну вот для как конечно для такой машины такой разгон это наверное главный минус хотелось бы все-таки немножко пошустрее что-то как-то хотя бы сделать ему ну хотя бы 3 с лишним они 42 но тем не менее подвижность такая какая есть незаметностью мы тоже похвастаться не можем в общем-то как и остальные и тэшки но единственная у лавкина наверное получше незаметность а у птл ки даже с командиром она получается 0 22 ну плюс если накинуть например камуфляж 0 25 ну что все равно весьма маловат для такой машины и здесь нужно будет постоянно не забывать пользоваться обилкой которая есть у истребителей танков на е которая срабатывает она станет 0 16 поинтереснее и будет поудобнее пользоваться можно будет пользоваться ей хоть на ходу и вот единственное только за счет этого выезжать потому что с 0 22 0 25 даже но вас замечать будет довольно быстро какие у лавки 600 у нас проблемы с углами вертикальной наводки по крайней мере во лбу там всего 4 градуса что дико неудобно но с другой стороны как только мы начинаем ствол поворачивать и целиться с борта или из кормы то там с углами вертикальной наводки все в порядке теперь что касается вооружения у нас есть 100 миллиметровая пушка которая по своим параметрам ну уступает остальным то есть у нас и разовый урон самый маленький хотя неплохое бронепробитие то есть если у лавки 529 разовый урон то здесь у нас 518 но бронепробитие больше чем у лавки 450 в плане точности и времени сведения в базе само по себе орудия хуже она более косое дольше сводится но у нас есть маленький нюанс у нас есть целых четыре ячейки под оборудование а это означает то что мы можем сделать из этой машины вот все что нам нужно если даже точности нам не хватает то без проблем оборудованием догоняем точность до той до тех цифр которые нам нужны то есть в принципе в этом но и пожалуй это главный плюс этой машины это четыре ячейки под оборудование которые нам позволяют конструировать эту машину вот так как нам надо нужно максимальная точность делаем максимальную точность захотим перезарядку быструю делаем быструю перезарядку причем и точность тоже хромать не будет то есть я к примеру взял упоролся именно в перезарядку то есть если скажем у лавки у меня в моей комплектации у лавки 46 время перезарядки то здесь 43 это причем с двухперковым экипажем соответственно если докачать его до 5 перков то я думаю там где-то 4 секунды даже будет и но даже при в двухперковом экипаже с перезарядкой 43 хоть и у нас меньше разовый урон у нас уже больше дпм чем у лавки у нас получается у лавки 600 800 6800 а у птл ки получается 7 200 и в общем-то мы не сильно как ни странно уступаем даже кентавру 120 по дпм у того 7 с половиной получается то есть в общем то эта машина вот за счет оборудования и вытягивает если бы здесь не было четырех ячеек под оборудование то можно было бы смело сказать что танк но не ахти хуже подвижность хуже орудия все хуже но вот за счет этой фишечки то что есть у нас оборудование этот танк можно сказать что но даже местами где-то получше чем лавка посмотрим в каком виде уже дойдет точно этот танк с какими цифрами на основу потому что но сами понимаете это птс к все-таки тестовый сервер и не факт что и все характеристики сохраняться и перейдут на основу а честно говоря я бы хотел от этой машины увидеть ну хотя бы немного лучше разгон с места потому что и по максималке мы уступаем и довольно сильно уступаем по разгону но если максималка ладно 80 километров в общем то хватает но такой долгий разгон конечно ограничивает нас серьезно поэтому хотелось бы немножко от увеличить разгон и в общем то машина будет в порядке себе естественно и и не хочу потому что как я уже сказал я не люблю вот такие колесные машины колесные истребители танков но те кто любит на таких машинах ездить и хотят на них пофармить еще и то машина зайдет на ура на этом все ставьте лайки и не забывайте подписаться на канал всем пока